То есть, получается, она говорит, что она ненадолго, а перед этим она говорила, что она хочет себе богатого жениха. То есть, получается, она сразу же, у неё мысль найти богатого парня. ТОМ! Да ну нет! Господи, фу! Чё, твой ребро, меня зовут Сергеонес, и бро! Все мы знаем, что прошлый преподаватель, с которым я переписывался, уволился. Именно поэтому у меня перестали выходить видео с перепиской с преподавателями. Но вот, по инстинке прошёл слушок, что скоро в наш институт придёт новый преподаватель. И оставался лишь один момент. Или это будет парень, или это будет девушка. Или, может быть, вообще бабушка. И тогда моё начало видео было бы вообще унылым. Так вот, банда, спустя целых две недели ко мне в институт пришёл новый преподаватель. И поверьте, это такая молоденькая, хорошая девушка. С первого вида я бы даже не сказал, что это шкура, и вообще, мне кажется, что это нифига не шкура. Это обычная девушка, она вся такая, она вся такая хорошая, миленькая, просто такая вся... Ну, блин, это точно не шкура. Но, Суприм-банда, я знаю, как вам сильно хочется, что я с ней попереписывался, попроверял её. Именно поэтому, банда, я забью на все свои страхи. И забью на все свои оценки. И напишу ей сегодня, и поверьте, банда, я вас просто сразу же уверяю, что в этом видео не будет ничего такого. Потому что, ну, блин, с первого вида она вся такая... И, банда, вы знаете, я мальчер от бога. Так вот, если ты, бро, в Суприм-банде, то под этим видео у тебя обязательно, просто обязательно должен стоять лайк. Не важно, с чего ты сидишь с телефона, с компьютера, с телевизора. Ты должен опуститься вниз и поставить свой царский лайк. Ведь если ты в Суприм-банде, то у тебя должны под каждым видео стоять лайки. Ведь мы уже Суприм-банда, мы сила. Самая лучшая банда на Ютубе. А мы начинаем переписываться с новым преподавателем в моем институте. Которая очень молодая, которая, походу, только пришла с института. Сама только пришла с института и уже будет работать у нас. Что ж, не буду вас больше мучать и напишу ей сразу же. А что ей написать? Здравствуйте, я с 16-й группы. Сегодня у нас пары были. Окей, банда, наш институт, она пришла только недавно. Где-то 3 дня назад и сегодня, третий день, у нас уже с ней была пара. Именно из этого я сделал вывод, что она вся такая, ну, короче, она не выглядит как шкура. Что очень подозрительно. На самом деле, это даже очень хорошо, если она не шкура, потому что, наконец-то, наконец-то у меня в ролике будет не шкура. Привет, помню. Конечно, она нас помнит. Нет, не то, чтобы мы там что-то делали, просто нас легко запомнить. Так, окей, нужно как-то с ней продолжить диалог. Тут проблема, я домашку не записал. У вас не будет? Банально, знаю, очень банально, но ничего другого я так быстро еще не придумал. Так что придется давить на то, что я просто не знал домашки. Так, да, ничего не задало, как бы. Ау, точно, блин, как это можно было забыть? Она же реально ничего не задала. Она сказала, сегодня вы отдыхаете. Хоть какая-то радостная новость. Как можно было так затупить и забыть то, что она нам ничего не задала? Да, хех, а мне нужно что-то придумать быстро, чтобы ей ответить. Так, сколько вам лет? Бан, да немного вам совета на будущее. Фразы, кстати, вы можете просто-запросто перевести тему, и ваш собеседник по-либо будет отвечать на этот вопрос и будет разговаривать с вами. И это не будет сильно впадать подозрения, потому что я себе написал без стати, сколько вам лет, это было бы немного странно, согласитесь. А когда я написал, кстати, сколько вам лет, это нормально. Пикапы от Сергея Униса. 22. Чего? Ей 22, а это получается 4 года разницы? Не, ну тут уже как бы неплохо так-то, да? 16 поступила и 6 лет отучилась. Как все так быстро, алло? Вы так молодо выглядите. А как так, что у вас без стажа сразу взяли к нам винстик? Просто реально как-то непонятно. Сразу же без стажа у вас 22-летнюю девушку взяли на работу преподавателя в институт? Что? Как минимум, каждый институт будет у вас запрашивать о том, чтобы у вас был стаж работы хотя бы 3 года. Но сразу же ни один институт, наверное, не берет. И поэтому ты не знаешь, где набирать стаж. Тут либо деньги, либо я не знаю, что нужно делать. Поговорила с ректором, долго говорила. Но ты, думаю, понимаешь. Чего? Банда? Я не знаю, или вы понимаете, о чем она, но здесь скорее фраза о том, что у нее была слишком близкая связь с нашим ректором. Офигеть! Ага, ого, даже так? У меня просто нет условий, я не знаю, что говорить по этому поводу. И она так вот критая, то как-то так говорит. Получается, она сделала это с ректором, чтобы у нее взял на работу без стажа. Она же ректор проворный. Да, по-другому сейчас никак. Чем? Я не знаю просто, что ей говорить. Я не знаю, как на это реагировать. Я еще слишком маленький для такие вещи. Долго вы собираетесь так работать? Потому что, наверное, ей же нужно как-то поддерживать этот диалог с ректором. Чтобы ее не выгнали из-за того, что у нее нету стажа работы. Хезе-хезе, инст приличный. Может быть, мужа богатого найду, и тогда вообще не буду работать. На первый взгляд, я вам отвечаю, банда. На первый взгляд, она показалась очень милой девочкой, которая точно бы не с... Которая точно бы не с ректором. И не искала бы богатого мужа, чтобы никогда не работать. Я вам отвечаю, но она точно, она точно не выглядела как шкура. То, что она сейчас пишет, это либо не она... Я даже не верю, что это она пишет, камон. Она бы точно этого не написала. Как будто два разных человека сейчас со мной общаются. Уже кто-то есть на примете? Ты, шучу. О, господи, она серьезно. Но я и не против. Что? Зачем? Зачем я это пишу, камон? Просто реально, зачем? А у тебя, как вижу, есть фото. И скидывает фото с деньгами. О, боже. Мм, Суприм. Че, деньги есть? О, ща еще начнут меня спрашивать за Суприм. Суприм не носят богатые. Это уличный бренд. Пацаны, которые шарят, которые со мной на одной волне, знают, что Суприм это уличный бренд, а не какой-то бренд, чтобы его носить в какие-то рестораны. Именно поэтому мы его носят, потому что мы обычные ребята. Мы Суприм-банды, мы непредсказуемы. Мы знаем свое дело и перейдет время, мы захватим мир. А потому сколько он стоит, не скажешь, что не для богатых. Подаришь кофту? Пф, че? За оценки? Не равностоящая сделка. Как бы если дать взятку преподу за то, что он поставит хорошую оценку, будет намного дешевле, чем купить кофту Суприм. Поверьте, я знаю, кофта Суприм стоит как 10 евро зарплат. Хм, упрямый. Мог бы помочь бедному преподу. В смысле, с какого перепука я должен помогать преподу, у которого у меня была всего лишь одна пара? Где логика? А логики здесь нет. Лучше уже обычную взятку. Просто, блин, у меня все еще в голове не укладывается, что она, она, она это сделала с ректором, потому что на первый взгляд, когда я ее увидел на паре, блин, она вообще не была такая, как она сейчас. Она была просто обычной девушкой, такой все милой, хорошей, но точно не такой, которая мне сейчас пишет здесь. Я просто в шоке, я, я не знаю, что говорить на эту тему. Такого быстрого превоплощения я еще не видел. Ты говорил, что не против быть моим парнем. Что? О чем она вообще? Иии, нам нужно узнать друг друга получше. Эээ, не смущает, что вы мой препод? Что? К чему вообще это все идет? Что вообще происходит? Я куда попал? Я вообще с кем переписываюсь? Такое чувство, как будто я переписываюсь с какой-то одногруппницей, а не с преподавателем. Что вообще происходит? Я не понимаю ничего. Ну, я тут ненадолго. И с маленьким. То есть, получается, она говорит, что она ненадолго, а перед этим она говорила, что она хочет себе богатого жениха. То есть, получается, она сразу же у нее мысль на кем богатого парня. Что вообще? Что? Что с этим миром не так? Я тут с шопинга вернулась, купила купальника. Хочешь, покажу? Зачем мне ее купальник? В смысле? Чем у меня вообще эта информация? Ого. Бан, я реально не понимаю. Она вообще не такая, как была в институте. Она в институте была нормальной, обычной девушкой. Сейчас же она какую-то фигню тупо пишет. Как будто это не она. Чего? Чего? Да ну нет. Господи, фу. Самая худшая фотография, которую я мог только увидеть, это фотографии шкуры препода. Господи, фу, это так отвратительно, получить фотографии от шкур. Как тебе повезешь меня на море? Максим, куда я тебя повезу, это только на лол. Эээ, неожиданно. У вас красивое тело. Зачем? Зачем я это написал? Камон, спасибо большое. Тогда же суприм поносить. Да чё она к моей суприм привязалась? Она же пытается найти кого-то богатого. Чего я, я? Я всего лишь обычный парень с интернета. Да зачем оно вам? Чтобы закрыть такое красивое тело. Что? Не знаю, мне просто все видео фейспаун. Я не знаю, как на это реагировать. Фейспаун. Ну, хэзо-хэзо, так сразу и не скажешь. Что вообще происходит? Куда я попался? Тебе переписываешь? Зачем? Кто? Нафига? Да пофиг. Подумай, если хочешь видеть такое тело и будущее в инстике. Что? То есть сейчас она типа мне угрожает за то, что если я не дам я кофту суприм, то меня выгонят с института? Ну, терять мне особо нечего, потому что я такие, видео снимаю, что меня точно выгонят. Но все же неприятная ситуация. Это угрозы? Этого мне еще не хватало. Сейчас будут еще какие-то проблемы походу из-за нее. Блин, будешь еще говорить теперь, что я уламывал на фотографии, чтобы она мне скинула? Хотя я даже не просил, у меня есть видеоподтверждение. Так что я в плюсе. Гля, какая зараза, я не читает. Ну ладно, игнор так игнор. Я что-то прям реально подофигел. Она сначала скидывает фотографии, а потом мне угрожает? Что? Еще не хватало, чтобы она меня этим шантажировала. Что вообще происходит? Куда я вообще попал, с кем я переписываюсь? Угрозы? Мне? За то, что я просто написал и знал домашку преподавателя? У меня большое преимущество. Если она вдруг попытается меня обмануть, то я могу показать видео. Но из-за этого у меня тоже могут быть проблемы. Фу, банда. Окей, я тупо в шоке, потому что я не ожидал такого исхода. Что она вообще скинет фотографии, а потом начнет еще мне как-то угрожать. Опять? Опять еще один преподаватель скидывает фотографии из-за того, что просто ведется на деньги, на вещи. Да, у меня здесь висит кнопка, она как икона. Когда долго с партнерки деньги не приходят, начинаю на нее молиться. И чудо не приходит. Окей, банда у меня все еще не укладывается в голове, и мне нужно как-то сейчас зато переварить все. Как-то обдумать все это, потому что эта переписка явно куда-то клонит не туда. Именно поэтому, Супримбанда, ставь лайк под это видео. Ведь если ты в банде, ты обязан поставить лайк под это видео и вообще под все видео. Алло, ты же Супримбанда, и мы самая сильная банда на ютубе. Кто не с нами, тот под нами, так что не забывай об этом. И также ты можешь подписаться на мой канал. Мало того, что ты будешь видеть самые крутые видео, но ты еще подпишешься на мою Супримбанду. И будешь тоже в самой крутой Супримбанде. Эй, бро, вот, вот коменты из-под прошлого видео. Господи, ты вбейся, какие они шикарные. Это просто идеальные коменты. Но, бро, не расстраивайся. Если ты хочешь подать следующее видео, то всего то, что тебе нужно, это журнал и колокольчик. И все, и ты уже в следующем видео. А также не забывай оставить свой комментарий внизу. Если под моими комментами нету гиги-комментов, то ты подожди в следующее видео Вот такой вот простой гиблиотка мне в видео, так что, брат, давай Также, я подтвердю, скорее всего, что фотография будет в моем инстаграме, ссылка в описании И на этом все, брат, оставайся такими, я шикарным Пока! Субтитры сделал DimaTorzok